Ночь, улица, вокзал, отъезжающий Чижик. Уж не про Чижик или сегодняшняя наша серия? Первый в России частный трамвай был пущен в Санкт-Петербурге 7 марта 2018 года в 7 часов утра. Уж не про метро или сегодняшняя наша серия? Станция метро Ладожская Петербургского метрополитена была открыта 30 декабря 1985 года. Метропавильон должен был занять центральное место в задуманном в то время Ладожском вокзале. Уж не про Ладожский ли вокзал сегодняшняя наша серия? Ладожский вокзал был построен в 2003 году. От первоначального плана советских времен отказались в пользу многоярусной конструкции, объединившей платформы поездов дальнего следования, пригородного сообщения, трамваев и метро. Это единственный в Санкт-Петербурге сквозной вокзал. Он обслуживает в основном северное и восточное направления. В 1913 году на этом месте была устроена грузовая железнодорожная станция «Дача Долгорукова». До наших дней дошло историческое кирпичное здание вокзала. Что интересно, название «Дача Долгорукова» не упразднилось и вместе с Ладожским вокзалом фигурирует в справочнике железнодорожных станций российских железных дорог. Ааа, уж не про ЭП-20 сегодняшняя серия железнодорожного. ЭП-20 «Олимп» – современный российский двухсистемный скоростной шестиосный пассажирский электровоз с асинхронным тяговым приводом. Вагоны габарита РИЦ сегодня в проекте «Железнодорожная». В советских газетах и журналах была такая рубрика «Письмо позвало в дорогу». Сегодня тот самый случай, когда комментарий к видео послал нас в дорогу. В этой серии все, что мы раскопали о вагонах габарита РИЦ разных времен. До начала работы над этой серией я, конечно же, слышал это словосочетание «вагоны РИЦ». И, естественно, как человек, неровно дышащий к железной дороге, с ранних лет меня привлекали эти выделяющиеся среди прочих загадочные зеленые тогда вагончики с надписью «спальный вагон на борту» на разных языках. Оказывается, РИЦ – R-E-C. Это такое международное соглашение об использовании пассажирских вагонов в международных перевозках. РИЦ – сокращение от «регуламенту интернационале коротце» с итальянского «международные правила перевозки», то есть. Соглашение определяет единые технические требования, которым должны соответствовать пассажирские вагоны для того, чтобы они могли быть задействованы в международных перевозках. В общем, это единый стандарт для всех дорог. А так как в Европе габарит подвижного состава меньше, то и такой унифицированный вагон не мог бы быть больше европейских габаритов. Вот мой билет, вот мой вагон. Доброй ночи. – Пожалуйста, проходи. – Спасибо. – Слез. Автоматик. – А непривычно такое все маленькое. Вот тут-то мы сегодня будем жить. Мультипаспорт. Мягкий свет, матовые поверхности светлых тонов, вкрапления, отделки под дерево. Двери в купе не раздвижные, а распашные. Ощущение, что попал в вагон импортного производства. Конечно, сразу бросается в глаза, что пространства меньше. Впрочем, ощущение это не давящее. Габарит есть габарит, зато зеркала кругом. Поезд идет из Хельсинки в Москву. Это легендарный Лев Толстой. Для петербуржца прекрасная возможность под покровом ночи вырваться в столицу из необычного места и в комфортных условиях. Поезд выезжает из столицы Суоми в 18.39, в час 20 он в Петербурге. До появления в 1975 году поезда Лев Толстой между Москвой и Хельсинки курсировали прицепные вагоны. Прибывая на Московский вокзал в составе скорого поезда Москва-Ленинград, вагоны отцеплялись и далее подтягой тепловоза следовали на Волковскую, затем через финляндский железнодорожный мост до приграничной станции Вайникола, делая остановку в Выборге. Обратно состав из Финляндии тем же путем прибывал на Московский вокзал, прицеплялся к поданным под посадку вагонам московского поезда и отправлялся в столицу около половины 12-го. Такие вагоны находились в пути между Москвой и Хельсинки примерно 16 часов 25 минут. Сейчас поезд преодолевает это расстояние за 14 часов 10 минут и 13 часов 2 минуты. Не быстро, но комфортно. До отправления остаются считанные и всегда почему-то волнительные минуты. Открывается. Привычно, как у меня есть, в таких поездах рик-рик-ритс-габарита. Опа! Вообще, чем хороший лифт Толсткий? Тем, что он дарит возможность Петербуржцу поехать не с тупикового вокзала, а вот из вокзала, как ладожки, когда поезд проходит мимо. То есть, когда приходишь в Косну Стрелу, а там еще суета какая-то. Еще кто-то чай заказывает, кто-то пошел в ресторан, а тут уже под покровом ночи проходишь уже спящий поезд. В общем-то, остается делов-то только взять и лечь сразу спать. Будро стартовали. Прелесть в отправлении с Ладожского вокзала еще в том, что сразу после того, как поезд тронулся, путь лежит через Неву по уникальному финляндскому железнодорожному мосту. Ночью-то почти ничего не видно, а днем тут открывается необычный вид, доступный только из окна поезда. В комментариях к серии про пассажирские вагоны разных эпох был диспут о том, что до сих пор все равно курят в тамбурах. Так вот, ответственно заявляю, вагоны Риц свободны от табачного дыма. Рванули мы в вагон ресторан, а он в 2 часа ночи закрывается. То есть поезд из Питера отправляется в час 53, а есть только 7 минут, чтобы набежать до ресторана. Но придется идти утром, нечего есть на ночь, как вы, уважаемые дорогие мои, говорили мне в серии про красную стрелу. Ну, не словно нахлебавшие, посмотрим, что есть в тамбуре. Тут вот, во-первых, такое большое информационное табло, все показано, где что работает, где не работает. Такое специальное для ЖД-фана. Ну и вот особенность поездов, которые используются и в России, и в Европе. У нас же платформы разные, у нас высокие, у них низкие. И вот тут такая ступенька специальная, которая позволяет выходить на разные платформы. То есть она так, бац, вниз, ее можно сделать. Или, ну, как вы видели, где мы садились на Ложевском вокзале, на наши высокие платформы. Так нас видели. Вагон ДТВ-жешный, а, черт побери, удивляет. Как-то все ладненько. Почему-то плацкард сделан вот так вот. А вагоны Рига габарита сделан, и все, и чин-чин-чинарем. Автоматическая дверь, она там есть. Красиво. Хватит шуметь, пошли спать. Все, спать. Угу. Ну, а пока он там спит, стало быть, снится ему сон. Будто пробрался он на базу запаса и ищет те самые зеленые вагончики, которые в детстве проезжали мимо. А оказаться в них не было никакой возможности. Отечественная промышленность в свое время не стала осваивать производство вагонов габарита РИЦ. В общем, логика понятная. На всю страну вагонов этих нужно было немного. Поезда из СССР в Европу ездили по разным маршрутам, но назвать эти перевозки массовыми было нельзя. Такая витрина СССР за рубежом, и пассажиры в них ездили не случайные. Но вообще это же в традиции, так скажем, в тренде снов, особенно если ты же Дефан, такой сон о том, что ты на базе запаса. Вот, кстати, нашли мы эти вагончики. Не зеленая, не правда, в современной фирменной окраске тверские вагоны заменили их на линии не так давно. А эти, отставленные сейчас от работы, стоят тут на базе запаса, так на всякий случай. Опа! Опа! Welcome! Ну вот то, что скрывалось от глаз, и то, что было, так скажем, недоступно в детстве, теперь доступно здесь на базе запаса. Это тоже немецкие вагоны, как и Аминдорфы. Отделка по дереву, правда, несколько иного характера. Ну, так, в общем, он достаточно плюшевое впечатление производит. Такие лампы. Он 1982 года, можно сказать, ровесник. Что, пойдем купе посмотрим? Так, темно. Вот, двери тоже открываются не сдвижным образом, но именно как двери. Па-бам! Из удобства тебе тут и раковины. Единственное, что мне непонятно, как можно спать на трех полках. Трем пассажирам. Может быть, меня в комментах поправят, и на каких-то там дальних маршрутах они складываются. Ну, понятно, что они складываются, и можно оставить только две полки. Потому что втроем, честно сказать, мне кажется, это какой-то анрил жить. В купе, втроем. Как-то так даже. Опа! Кажется, в вагоне четвертого класса дореволюционного места побольше. Так, попрошу оператора выключить, а я на третью полку залезу. Опа! Оп! Опа! Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Ха-ха! Да! В общем-то, на третьей полке так же, как на третьей полке в плацкарте. Если кто когда ездил, я вот ездил, в принципе, ощущения такие же. Особенно если учесть, что отсюда наверняка дует кондиционером. То еще удовольствие. Окна не видно, ничего не видно. Тут бум, потолок. Ну, в общем, так надо. Либо очень долго сидеть в вагоне ресторана, чтобы здесь переночевать. Либо я еще не знаю, как быть каким-нибудь лилипутом или котом. Москитная сеточка для жарких европейских стран. Там еще один вагончик есть. Пойдем сейчас тоже его посмотрим. Смысл тот же, только тут чуть-чуть все видоизменено. Ну, а уж не знаю, это наш какой-то такой ремонт или так с завода шло. Здесь вот раковинка спрятана. Сидение, стол сделан. Там, по-моему, стола не было. Да, там стола не было. Ну, и те же три полки. Вот она вот так вот поднимается. Опа. Как же это надо тут так жить, интересно. Страшный сон мне снится, чувствую. Страшный. Как будто еду я в вагоне РИЦ трехполочном. Вот снится тебе бывает сон. И ты там вот этим своим персонажем начинаешь управлять. Но, как правило, тут же просыпаешься. Добрейше утречко. Поезд прибывает в Москву в 9 часов 19 минут. У нас еще есть час для того, чтобы изучить поподробнее купе. Сходить в вагон-ресторан. Ну, вообще посмотреть, что здесь и к чему. А так, получается, поезд в пути от Петербурга едет 7 часов 26 минут. И, в общем-то, это достаточно удобно. А от Хельсинки что-то там 14 часов с чем-то. Ну, в общем-то, в принципе, встреченные нами вчера редкие пассажиры. Говорят, что это вот самое то. Прямо с парома, бац, прыгнул. Поехал в Москву. Это такой вагон-трансформер. То есть, есть первый класс, где только нижние полки. И второй класс. Но, на самом деле, купе одно отличается только тем, что вот здесь вот проводник ключиком открывает или закрывает возможность открыть вторую полку. Вот она так вот, бац, оп, открывается. Тут белишка уже застеленная. Тут стаканники, сеточки, полочка. Лампочка. В общем, все удобно. Сейчас я еще залезу на нее, полежу. Так, такая же история с нижней полкой. То есть, вот таким вот образом оно идет изначально. То, чтобы сидеть. Тут есть так, как в представительских тачках. Такой вот для подстаканников разъем. Ну и сидение превращается, превращается в сидение в очень комфортабельную, кстати, такую хорошую, жесткую, в хорошем смысле этого слова, кровать. Спалось сегодня на удивление хорошо. Ой, свет задел. Опа! Опа! Ох, отвезите меня в Ниццу. Подушечка. Ну что, я при своем росте, в принципе, тут целиком разместился. Пространство еще есть до верха. Тоже вон есть лампочка. Вот стаканничек. Надо сказать, что вот этот воздух. Я сейчас включил на минимально возможный обдув. В общем, не дует он как-то сосредоточенно из одного места. Так вот равномерно. Вчера я даже вечером сюда залез, полежал. Ну, в общем-то, не продует, я думаю. Чтобы картинка получше была, прикроем пока вот эту шторку. Кстати, ночью она очень хорошо избавляет от всех цветовых каких-то проблем. Вот сбоку ничего не светит, просто полный мрак. Вот здесь вот вдоль окошка тоненькая струйка воздуха дует теплым. Поэтому с окна тоже не продует, когда лежишь сюда головой. Здесь есть раз розетка, не два розетка. Ну и самое главное, такой фокус этого купе. Воля! А здесь раковина. Здесь можно теперь не бегать по всякой ерунде в туалет. Потому что руки можно помыть и зубы почистить прямо в своем купе. Тут вот здесь мусорка. Соответственно, два туалета, которые есть в вагоне, они чаще свободны, чем заняты. Так, ну что, до чего докопаться? В принципе, тут вот, не знаю, даже ничего не поскрипывает. На удивление. Как будто бы и не ТВЗшный вагон. Ну вот, разве что, когда очень темно. Вот я даже наклеил здесь штучку. Вот эти лампочки как-то в ночи. Ну это я реально сейчас придираюсь. Они как-то светят. Потом вот этот синий свет. Ну фиг знает. Может быть стоило сделать какое-то более гуманное освещение. Потому что либо вот она светит ярко, либо каким-то синим. Ну а дальше уже подсвечники. Ну это уже из пальца высосанное. Сейчас так сказать. Несмотря на этот ритс-габарит, в общем-то, проход в коридоре не ощущается каким-то маленьким. Да, несмотря на то, что вот уже прошел скат кровли. Вот интересная штука. Поручень идет, идет, идет и меняет свое расстояние от пола. Потому что здесь окно эвакуационное, которое надо молотком разбивать и спасаться наружу. Пойдем в туалеты посмотрим. Вон они свободные. Их тут два. Они только в одной части вагона. То есть у нас в той части вагона получается вход-выход. А в этой части вагона у нас туалет. Причем, что интересно, туалет с душем. И это, конечно, тоже большой-большой плюс. Тепленькая пошла. Пошли в ресторан, а? А он мне нравится, нравится, нравится. Ребенок плачет в купе, но, в общем-то, не слышно его по вагону. И никакие посторонние звуки нам сегодня в поездке не мешали. Это соседское купе. Пошли к себе. Мультипаспорт Гордон Даллас. Приезжаем к Москве. Уже, честно сказать, не накатался я. Понравилось мне это купе. Надо будет обязательно рвануть куда-нибудь еще. Париж, Ницца, Вена. Так что давайте. Коммент позвал в дорогу. Тверской вагоностроительный завод по праву может гордиться своим детищем. Вагон действительно получился удобным и стильным. Понятно, что тут полно импортного оборудования. Ну и что? Главное, что все сошлось в удачную модель. В классификаторе подвижного состава за ней закреплен номер 61-44-76. Вагон-ресторан, он стандартного нашего российского габарита. Сразу так, как-то много пространства и места. Наводит на мысль о том, что когда пространства и места мало, то думаешь, как бы каждую детальку так друг к другу подогнать, чтобы все было логично и разумно. Ну что, вот таким мы увидели современный отечественный вагон международного сообщения. Совершайте все традиционные соцмедийные ритуалы. До встречи в следующей серии. Счастливо! Проводник, не забудь! Перед разноской чая одеть фартук, перед уборкой вагона одеть халат.